Всем привет! Последние несколько недель выдались весьма богатыми на спорные события в игровой индустрии, и они заставили меня кое о чём задуматься. Задуматься о том, почему ты, дружок-пирожок, всё ещё не нажал на колокольчик, ведь это просто необходимо, чтобы Сэмпай Ютуб меня заметил. А ещё лучше это активность в комментах и, конечно же, подписка. Если вы всё это сделаете, то сильно поможете моему каналу с продвижением, и будет вам всем от меня большой... ТАНКИ СЕР! Обязательные ритуальные танцы закончились, так что продолжим. Конечно, я был бы не я, если бы не собрался силами, не вытащил себя из леса за пейсы и не пришёл к вам сюда позлословить на околоигровые темы. Сами по себе эти события не то чтобы важные, но их сочетание и реакция на это сочетание со стороны интернета образовало такое комбо, которое заставило меня, подобно бабке, из рассказа Набокова «Знаки и символы» искать во всём взаимосвязи и предвестия апокалипсисов. А произошло, в общем-то, следующее. Пересказ событий будет довольно вольным, потому что я не новостная передача, и тем более не Лёха, который, как мы все знаем, делает всё чётко по фактам и ни на миллиметр не отходит от истины. И уж скорее эталон килограмма в Палате Меры Весов во Франции ошибётся в том, что такое килограмм, чем Лёха допустит неточность в твоём повествовании. Но что-то я отвлёкся от темы, заглядевшись на житие гениев игровой и житейской аналитики. Вернёмся к нашим событиям. Сначала выяснилось, что Кодзима ведёт переговоры с Майкрософт о том, чтобы что-нибудь эдакое для них сделать. Это здорово не понравилось абьюзерам Сони Боям, которые, наверное, до этого момента думали, что Кодзима – их собственность. Они очень возбудились из-за того, что гений решил разорвать токсичные отношения с Сони. Не знаю, какие они там были, я свечку не держал, не хочу скатываться сейчас в диванную экспертизу, но думаю, что, наверное, Майкрософт дали больше денег и творческой свободы, а что ещё гению нужно-то? 300 баксов. Версию своей консоли. То есть версию консоли, которая отличается только более качественным экраном, ну и ещё объёмом памяти, но это мелочи, кому эта память нынче нужна в самом деле. Казалось бы, никогда такого не было и вот опять. Но и тут интернет ответил праведным гневом. Нашлись даже 300 IQ-персоны, которые выкладывали фотки в своих разбитых приступах ярости свечей. Это как если бы тот мальчик, который решил на зло бабушке отморозить уши, отморозил ещё и на всякий случай писюн. И здесь на кураже и задоре от унижения сунебоев начали создаваться десятки одинаковых видео о том, как Нинтендо всех обмануло, какие её фанаты недалёкие люди и что игр-то как всегда нет. Ну а третья новость, которая пришла совсем недавно, но они высказали уже все, кому не лень. Точнее, даже благая весть, которую принёс нам всем спасители мессия ПК-гейминга Гейб. Оказывается, всё, что нужно для того, чтобы все могли сбросить себя по стылой жизни оковы, зажить свободными, счастливыми, сильными и красивыми, это портативный компьютер на Линуксе. Сервера падают от предзаказов, делаются десятки хвалебных видосов про то, что свеч-то больше не нужен, портативность больше не оправдание. Доблестные ПК-бояре, которые до этого насмехались над этими грязными консольщиками за то, что им важно на чём играть, теперь сами уподобились им. Ведь это невиданная вещь, небольшой компьютер с экраном, который ещё и к телевизору можно подключить. Ведь подключить компьютер к телевизору это инновация исключительно этого года. Да и портативных игровых компьютеров на этой планете просто не существовало. Сама концепция того, что можно играть на чём-то портативных до недавних пор могла уничтожить разум ПК-шника, но теперь этому, к счастью, пришёл конец. Спасибо Габен, что принёс нам огонь, подобно Прометею. Ну и конечно, говоря о Гейбе, нельзя пошутить про ту самую цифру, которую нельзя называть. А вы знаете, на какой версии SteamOS будет работать Steam Deck? На третьей, а? Во всей этой истории мне вспоминается шутка про сральное ведро от Razer. Обычные игровые портативные устройства? Не, фигня. Портативные устройства от Steam? О, дайте пять. Ведь только это настоящий мужской ПК-гейминг. А Steam Machines и Steam Controller с их громкими релизами как-то забылись. Но я пришёл сюда не за тем, чтобы хейтить братушек-консольщиков или ПК-шников. А Steam Deck я, может быть, даже куплю, ведь я так часто путешествую, и мне просто необходимо поиграть в War Fortress, пока я иду в магазинчик. А ещё потому, что название этой консоли, ПК, Пексоли, изящно ссылается на произведения Вильяма Гибсона и в целом на Киберпанк 80-х. И меня во всём раздражает и злит то, что повсюду осталось только чёрное и белое. Не путать с войной чёрных и белых карликов из прошлого видоса — это другое. Эти три случая весьма показательны, и они иллюстрируют то, как транслируется одно и то же мнение, которое по какой-то причине считается правильным. Все создатели видео, подобно вампиру, который отсасывает саму себя, чтобы стать сильнее, пытаются высосать из пальца сюжет для нового ролика, говоря то, что хотят от них услышать. Все гонят на игровую журналистику, которая хвалит говно за деньги. Тут ситуация очень похожа. Все свободные создатели контента за лояльность аудитории готовы хвалить или хуесосить всё, что угодно. И это, по сути, ничем не отличается. А для того, чтобы был повод создать контент, готовы придать налёт важности даже самой рядовой новости, типа очередного контракта геймдизайнера, выпуска ревизии консоли или компа оригинального форм-фактора. Кстати, я вот прям хз, как они собираются его охлаждать. Свитч-то греется, а довольно топовое железо вообще, наверное, в плазму превратится, но не суть. И самое обидное, что об играх вообще никто ни слова не сказал. Какая нахуй разница, на чём играть? Было бы во что, и самое главное, чтобы доставляло удовольствие. Потому что в последнее время всё, что я слушаю в интернете, это нытьё про то, как всё плохо с играми. Если бы археологи из будущего раскопали современный твиттер, они решили бы, что в это время на Земле была самая тяжёлая в плане гейминга эпоха, ведь большая часть того, что есть в интернете, это жалобы. Ну и, конечно, археологи решили бы, что основное занятие человечества в этот непростой период – это создание видео про то, как одни неприятные мальчики смотрят видосы других неприятных мальчиков и воняют на них. Давайте булдж-булдж-да! Но ведь это не так, есть куча прекрасных игр из настоящего и прошлого, которые никуда не делись. А знаете, что не то? Мы уже не те, точнее, они. Возможно, вы этого не ощущаете, если играете в своё удовольствие раз в недельку, или если ваши предпочтения останавливаются на батл-роялях и мобах, или если, соболезную, у вас нет устройства, чтобы запускать новинки. В данном видео ноющий маэстро, считающий челядью всех, кто не играет 24 на 7, проходя игры на скорость, в надежде зацепить провокационную темку для очередного видоса про тёмные века индустрии, но мне лично становится скучно. Конечно, наскучило, если делать что-то постоянное из верхмеры, то может и поплохеть. Если каждый день выпивать по 0.5 столичной, то наскучит через пару недель, и покажется, что столичная уже не та, и наступили тёмные века. Я даже до конца не определился с тем, что хотел сказать в этом видео. Я не мастер делать видео эссе про динамическую грязь и адаптивные курки, с одной стороны, просто думалось, а не послать ли мне всё это в попули, тем более, что со мной на этот раз вряд ли будет Вокс в попули. Блядь, раунд! Лишь очередной раз призываю больше прислушиваться к себе и доверять собственному вкусу. Я посвящаю этот ролик всем моим любимым блогерам, булджать, дэдпи-47 и айтипедия. Все те эмоции, которые они создали, вся та херня, которую я вынужден был посмотреть, это чистое золото. Самое главное сокровище это вы, ребята. На этом всё, не забывайте писать свои Кодзимы в комментах, ставить гейба и звоните в Steam Deck. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok